Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ведущий Рустам Вафин, сегодня мне помогает, как обычно, журналист Альберт Бигбов. И гость нашей студии – профессор, доктор наук, заместитель директора Института химии имени Бутлерова Казанского федерального университета, заместитель по связям с промышленностью и коммерциализацией. Ломберов Александр Адольфович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Адольфович, я хочу начать вот с чего. Ваша группа в структуре химического института является, и не только химического института, и всего университета, является примером успешного взаимодействия науки и промышленности, того, что раньше было принято называть научно-промышленная кооперация. В вашей группе была разработана целая линейка катализаторов для промышленности, и не просто разработана, а внедрена в производство в больших объемах, освоена. И с первого мой вопрос, я хочу только организовать пятиминутку хвальбы, хвастовства, как угодно можно назвать. Я хочу, чтобы вы похвастались, рассказали нам о том, что ваша группа сделала, что она подарила граду и миру, для каких процессов, для каких компаний, каков их эффект и эффективность ваших катализаторов. И еще, что такое катализаторы, для чего они нужны? Ну, катализаторы — это, на мой взгляд, самая важная наукоемкая составляющая в нефтепереработке и в нефтехимии. Потому что катализаторы, они определяют себестоимость конечной продукции. Все, что вы видите, каучуки, резины, пластмассы — это полимеры. Для того, чтобы получить полимер, необходимо, он получается из мономера. Как правило, все мономеры, это получается с использованием катализаторов. Вся наука в нефтехимии, нефтепереработке — это прежде всего катализаторы. Все остальные процессы, перегонка, очистка, адсорбция, они известны. Вся борьба во всем мире между промышленностью в нефтехимии и нефтепереработке — это создание наиболее эффективных каталитических систем. Наша группа работает в области нефтепереработки, подготовки нефти. Последнее время мы начали работать и в области нефтехимии. Вот если коротко, то что такое катализаторы? Ну а похвастаться мы можем чем? На наш взгляд, нам удалось совместно с Нижнекамской нефтехимой, совместно с руководством университета нефтехимы, разработать и создать серию катализаторов, которые широко очень используются фирмой Таиф. Это катализаторы дегидрирования прежде всего. Конечным итогом стало то, что был организован ряд производств, куда Таиф вложил очень большие деньги. Допустим, последняя производство, чтобы его организовать, построить, она обошлась в более 2 миллиардов рублей. Это производство было создано, это производство прекрасно функционирует, и в основе этого производства заложены именно наши разработки, наши катализаторы. Это позволяет получать в год 5 тысяч тонн катализаторов. Это очень много. Я не думаю, что в России еще какое-то предприятие производит такой объем катализаторов. Были еще другие катализаторы, которые были разработаны и реализованы в Нижнекамске нефтехиме. Он их использует для внутреннего потребления, он их не продает, это не является его основной продукцией, а в своем производстве он их эффективно использует. И значительная часть катализаторов успешно прошла опытно-промышленные испытания. В области нефтепереработки совместно с Самарским технологическим университетом в этом году нам удалось создать, разработать первый промышленный образец отечественного катализатора гидроочистки дизельного фракции. Это соответствующие требования Евро-5. То есть сегодня для получения дизельного топлива, которое можно эксплуатировать на территории Российской Федерации, оно должно соответствовать по содержанию серы уровню Евро-5, наш катализатор позволяет это получить, и он эффективнее лучших импортных образцов. Сегодня начинается в Рязани наработка первой промышленной партии в объеме 35 тонн. И на Омском нефтеперерабатывающем заводе начнутся в марте промышленные испытания этого катализатора. Он используется на западных лицензиях вместо западных катализаторов? Да, это полностью импортозамещение. У нас отечественных катализаторов нет. Сегодня все катализаторы гидроочистки дизельного топлива мы покупаем за рубежом. Это первый катализатор, который в России был разработан. Мы получили промышленный образец, то есть это не лабораторный уровень. Это уровень, который следует за лабораторным, это промышленный образец, который будет эксплуатироваться в живом месте. Есть такое предубеждение, что американские, немецкие технологии, которые у нас сейчас используются в нефтепереработке, в нефтехимии, вот эти все процессы, они как бы заточены на определенные катализаторы, и даже промышленное оборудование, оно может работать только с импортными катализаторами. Какая-то вот я, как дилетант, я это слышал, и не раз, что вот только вот мы импортные можем использовать, вот потому что оборудование и процессы заточены именно под них. Понимаете, тут не оборудование. Изначально начинается с того, что мы покупаем лицензию. Когда мы покупаем лицензию, это значит, нам помогают финансирование, но мы обязаны купить то оборудование, которое указано, это не отечественное оборудование, те катализаторы, которые тоже указаны в этом лицензионном соглашении. В противном случае лицензиар отзывает гарантированные показатели. То есть, когда они нам продают лицензию, они сажают нас на крючок. То есть, это оборудование, то есть, все миллиарды, которые они потратили в разработку, они их компенсируют и многократно. То есть, мы у них купим оборудование, будем постоянно покупать катализаторы, будем пользоваться только их сервисом исключительно. То есть, когда мы говорим, мы открыли завод, мы построили новое производство, у меня сразу вопрос, а кого мы кормим в этот раз? Чью науку мы в этот раз снабжаем деньгами и так далее? Это нормальная практика, она везде одинаковая. Если вы вложились, вы надеетесь получить прибыль, и вы ее получите. Причем, когда вы продадите лицензию, это будет не сто, там, тысячи процентов этой прибыли. То есть, если использовать наши отечественные катализаторы, то возникают вопросы с гарантией? Нет, понимаете, они, как правило, дают гарантию на три или пять лет. Вот пятилетняя гарантия истекает, они снимают гарантийные показатели, тогда вы можете другой катализатор туда поставить. То есть, ваш? Да, отечественный катализатор или другой фирмы какой-то иностранной. Пожалуйста. Но при этом они уже не гарантируют показатели технологий, конечные показатели. Да, и это прочее, выходы. Ну, как правило, когда у вас хороший катализатор, и вы его испытали, и вы в нем уверены, потому что ведь так с кондачка просто из лаборатории туда не переносится, там целая последовательность шагов, и, как правило, там риски не очень большие. Но они очень затратные. Если у вас есть цепочка заводов, и катализатор на уровне первого, второго завода вдруг накрылся, вы остановите не только этот завод, вся цепочка встанет. Когда вы синтезируете, и вы провалились с мономером, там, поймали, заполимеризовался реактор, это все последующие заводы тоже встают. Это недовыпуск продукции, это миллиардные убытки компаний. Тут очень приличные риски, в отличие от фундаментальной науки. Правильно я понимаю, что тот продукт, с которым вы выходите на рынок и предлагаете рынку, это продукт, который для тех компаний, которые уже 5-6 лет отработали на импортном оборудовании, и сейчас вы можете им предложить свое? Да, сегодня мы предложили импортозамещение. Да, и я хочу узнать, насколько снижаются расходы этих компаний за счет того, что они перестают приобретать гарантийные катализаторы и переходят на ваши. Может, как-то пояснить? Вы знаете, вы за них не переживаете. Они свое отбили, когда продали лицензию. Нет, я переживаю за наших акул бизнеса. При приватизации уже отбиваются. Дело в том, что ведь, как сказать, они могут вам поставлять катализаторы себе в убыток, потому что у них, во-первых, у них тоннаж очень большой. Если они производят 20 тысяч тонн катализаторов, а вы потребляете из них одну тысячу, они могут, чтобы вытеснить, чтобы убить отечественную науку, они сделают такую цену, что когда вы придете на завод и скажете, ребята, я готов, вот у меня катализатор есть, да, я готов. Они посчитают себе стоимость и скажут, да он у тебя сегодня дороже, чем импортный. Если мы потратим деньги на реализацию этого проекта, даже когда мы по себе стоимостью будем брать, он будет дороже. И это очень часто происходит. Когда мы начали разрабатывать катализаторы дегидрирования замиленов, фирма БАИСФ, которая была на Нижнекамской нефтехимии, она сразу уронила цену катализатора, там, по-моему, с 16 до 8 долларов за килограмм. Они говорят, только не разрабатывайте, мы вам цену снизим в два раза. Только не начинайте разработки своего катализатора. То есть, ну, даже своим фактом существования отечественной науки вы помогли бизнесу тем, что за западных партнеров просто ломают цены и продают, конечно. Для них это огромный риск, потому что тот потенциал, который есть в России научный, это очень конкурентный потенциал. То есть наши химики, физики, программисты, математика, они востребованы во всем мире. То есть, если на нашем поставить задачу, они ее решат, причем решат на хорошем уровне. А у меня тогда такой вопрос. А вот как бизнес... Сейчас. Почему он заинтересовался вашим катализатором, когда у него есть на рынке по демпингным ценам импортные катализаторы? То есть, по идее, вообще не нужно... Обычно ведь предпочитают покупать готовые решения и... Это связано с санкциями. Это связано... Что изменилось вдруг, что вы стали востребованы? Были большие поставки железокалиевого катализатора для основного каталитического процесса по изопренному каучуку у нас. И вдруг ни с того ни с сего приходит Александр Адольфович и начинает им предлагать продукцию. И они свое. И они так вот резко заинтересовались. Вложили 2 миллиарда в свое собственное производство катализаторов. Ну, тут немножко не совсем так. То катализатор, о котором вы говорите, это импортозамещение. Это вторая стадия получения изопрена. 2 миллиарда – это первая стадия. Дело в том, что это тех... Почему мы туда легко вошли? Потому что этот процесс, который реализован в России, он еще... А, это еще с 61-го года, да? Да, да, да. А, то есть установки – это старая советская технология. Это старая советская школа, да. Это вот старые разработки, и поэтому нам было туда легко войти. На второй стадии импорт стоял, но там были минимальные риски. Риски ведь определяются скопоположениями. В оборудовании, в строительстве завода, капитальные затраты зданий, сооружений. А когда вы меняете катализатор, там риски. Плюсы процесса, он по себе на работу был. Там отработанный процесс, все хорошо понимают. А скажите, какие-то искусственные... Были искусственные вещи, которые помогли вам выйти на этот рынок? То есть конкурентный рынок с высокой представленной долей иностранных производителей, с отработанным сервисом, с дилерской сетью и прочими-прочими вещами. То есть вот как это самолеты, условно говоря, сухой не могут продать в мире, потому что у него просто сервиса нет толком. Здесь, с 90-х годов, условно говоря, когда, видимо, отечественная промышленность катализаторов тоже ослабла или ушла, рынок уже поделен, встроен. Здесь работают базы, здесь работают крупные корпорации, американские, немецкие. Приходите вы, и вдруг что-то произошло в году? В каком году интерес к вам появился у производственников, отечественных производственников, нефтехимиков, нефтеперерабочиков? Когда санкции заработают. Когда санкции, это связано с санкциями или это какой-то другой естественный процесс? Нет, это, наверное, санкции подхлестнули этот процесс. Началось с того, у нас всегда был НЕОКР. Помните, раньше там определенную часть прибыли можно было тратить на НЕОКР, и это налогами не облагалось. В республике фонд НЕОКР. Да, был фонд НЕОКР. И тогда все предприятия заключали договора, хоздоговора. Просто востребованность и необходимость конечной реализации работы этих договоров продукции, он не стоял устро. Ну, потратили вы деньги, ну, в конце концов, налоги вы тоже не заплатили. И поэтому в тот момент нам удалось, нам было неинтересно работать радиотчета. И поэтому мы попросили Нижнекамск руководства того времени, Нижнекамск нефтехима, дать те процессы и те катализаторы, которые с минимальными рисками мы можем потом реализовать. То есть дойти до конца. Вот это самое важное, идти до конца. Потому что когда, сейчас мы понимаем, что, ну, нам тогда просто поверили. А потом появился вот этот кнут в виде санкций, потом импортозамещение, это Минэнерго, начинаются вот эти совещания. Если нам не поставят катализаторы, напугали все правительство, что все останет, нефтепереработка, нефтехимия. Потому что на тот момент действительно было очень тяжело. Где-то процентов 90 у нас со всех катализаторов было импортно. Сейчас ситуация меняется. Если они сейчас включат этот, включат... Выключат рубильник? Да, это выключат рубильник по катализаторам, у нас вся нефтехимия и вся нефтепереработка встанет. Нет, сейчас уже нет. Сейчас уже не встанет. У нас встанут какие процессы? И то, я боюсь, они не встанут по одной простой причине, что ведь развиваемся не только мы, развивается Китай. У Китая сейчас катализаторы очень приличные стали. Они крупнотоннажные производства. Они крупнотоннажные производства. То есть, если Запад закроет, Америка закроет, мы можем брать эти системы в Китае. Мало того, у нас сегодня в нефтепереработке доля наших катализаторов, если суммарно взять, 60%. То есть, было 90%? Было 10%, да. А сейчас стало 60%. То есть, вот катализаторы крейкинга, крупнотоннажные реформы. У нас есть аналоги, они конкурентны. Катализаторы, изомеризация, алкелирование, это уже наши катализаторы. У нас нет гидрокрейкинга, это то, что в ТАИФе позволяет глубину переработки нефти выше 98%. У нас этих катализаторов еще нет. Но работы в этом направлении уже ведутся. Скажите, вот этих 60%, которые сейчас, отечественные катализаторы на отечественном рынке, ваша доля какая там? Ну, мы говорили про нефтепереработку, вот 60%. В нефтехимии ситуация хуже. А в нефтепереработке наша доля из 60%. Но, думаю, процентов 7. 7-8. Это если брать по тоннажу. Потому что кат-крейкник, это очень большие. Это кипящий слой, большие реакторы. Гидроочистка, но они стоят на всех НПЗ. А сколько вашей группы, это сколько человек? Наша группа в среднем, это около 30 человек. То есть 30 человек из Казанского федерального университета создали линейку продуктов и вывели ее на рынок и в производство, которое обеспечило 7% катализаторов. Гидроочистки. В нефтепромышленности. Да. Но здесь необходимо обязательно отметить, мы ее делали не одни. Мы делали с самарским технологическим. То есть здесь у нас была кооперация. Часть объема выполняем мы, часть объема выполняют они. И мы выходим на наши, у нас ведь есть и промышленный партнер, то есть то промышленное предприятие, которое готово сделать нам промышленную партию. То есть это все по известному постановлению идет? Нет, они могут и без постановления работать, потому что они понимают, если они не будут, будут стоять ждать, они разорятся, как очень многие разорились. То есть они всегда идут навстречу и говорят, ребята, мы готовы с вами экспериментировать, мы какие-то готовы деньги потратить, но чтобы потом мы имели рынок реализации. То есть если ваш катализатор пойдет и вы к нам привязаны, значит потребитель будет заказывать у нас, тем, кому вы этот катализатор продали. Ну вот так оно и есть. И тут получилось Рязань, это за промокатали с промышленным партнером, Самара, мы, вот такая кооперация, мы это производство размещаем в Рязани, они сейчас начнут нарабатывать и получать прибыль. Мы, соответственно, получили, получаем деньги от Газпромнефти за разработку этого катализатора, ну и потом сервисные услуги. Рассказали самарский технологический. В Казани есть химико-технологический университет, который, в общем-то, ориентирован на местную, нашу нефтехимию и отчасти нефтянку. А катализаторы оказались в КФУ? Нет, нет, а почему не с КХТ, а с Самары именно? Что там интереснее у них? Я бы не хотел комментировать КХТ на сегодняшнем уровне, но просто там был уровень компетенции. Выше. Выше, намного выше, потому что, ну, просто так с ничего создать ничего нельзя. То есть там тоже, там, десятилетия, может быть, велись, выработаны в этом направлении. И когда мы увидели, что они получают какую-то часть конкурентную, и мы вот эти две части взяли, объединили, и получилось то, что, когда мы в «Газпромнефте» докладывали, нам сказали, что мы получили следующее поколение катализаторов. То есть, ну, там есть такой термин. Какую серву вы при какой температуре получаете? Вот 10 ППМ мы получаем при температурах на 10 градусов ниже, чем любой импортный катализатор. То есть это считается следующим поколением катализаторов. Я думаю, можно немножко расшифровать на наши телезрители, потому что это не очень понятно, может, какая-то подробность. Ну, подробность, эффективность катализатора. Чем ниже температура, выше селективность, выше выход, тем меньше себестоимость продукции. Здесь идет снижение температуры на 10 градусов. Если учесть, какие реакторы и какие энергозатраты, а температуры там идут от 300 до 400 градусов. То есть, соответственно... То есть и на стенах... Да, да, да. То, соответственно, там встает вопрос, что сразу же энергетика уменьшается очень существенно. 10 градусов – это очень много. Поэтому наше дизельное топливо потенциально может... Оно должно быть дешевле, чем на импортном катализаторе. С учетом того, что и цена нашего катализатора будет ниже, потому что в России это растаможка. В процессе гидрокрекинга, да? Это гидроочистка. 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 То есть это удаление серы из бензинов, дизельного топлива, газовеля и так далее. Уже после вот этих процессов переработки. Да, это один из процессов переработки. Это почти на всех заводах стоит. То есть это узловой процесс. Может, он чистит от серы. После этого вы можете реформинг ставить, гидрокрекинг ставить. Вот эти вещи. Базовый процесс. После первичкой, да, получается? Да, первичка. А там пять процессов, в основном, пять-шесть, не больше. В ней в переработке хуже. Ваши слова, ваши примеры, они опровергают вот такое сложившееся утверждение, мнение, которое сейчас уже на самом деле воспринимается даже как аксиома, да? О том, что отечественный бизнес не заинтересован в достижениях отечественной науки. Это отчасти правильно. Отечественный бизнес, любой бизнес заинтересован в получении прибыли. Ну, то есть он не рассматривает отечественную науку как источник получения прибыли, как ее помощь. Да, здесь я согласен. Почему? У нас руководство университета, оно очень нам помогает. То есть если мы говорим, что у нас надо сделать техническое совещание, и нам есть что сказать-то от нефти, заинтересовать, попытаться заинтересовать это от нефти, мы к этому году, а вот, значит, в какое-то время нам позвонит, скажет, вот с Магановым встречаетесь, техническое совещание вот там-там, и мы доводим до руководства, так, нефти, Таифа, там, Шигабудинова, те результаты, которые потенциально могут их заинтересовать. Соответственно, это сделано в лабораторном уровне. Они считают экономические эффекты. Мы никогда не считаем экономические эффекты. Это чужие деньги. Мы говорим снижение температуры, увеличение выхода, более чистый продукт мы получаем и так далее. Они уже переводят на свои деньги. Если они говорят, да, мы готовы профинансировать следующий этап, значит, мы двигаемся в правильное направление. А вот расскажите про судьбу, вот разрекламированный в 2014 году проекта фабрики катализаторов в Нижнекамск-Нефтехиме. Что там вышло из этого проекта? Сегодня мы в этом проекте практически не участвуем. Проект делился на две части. В рамках 218-го постановления Российской Федерации, правительства Российской Федерации, у нас был подписан с Нижнекамск-Нефтехимом такой договор на разработку этой технологии. Этот договор был успешно выполнен. Нижнекамск-Нефтехим вложен 700 миллионов и сделал первую производство катализаторов объемом 2400 тонн в год. Но Нижнекамск-Нефтехима... До этого Менделеевский завод создал установку по разработке этого катализатора. Это тоже наша технология. Первая технология была реализована в Менделеевске. Это речь идет об алюминиевых хромовом? Да, алюминиевых хромовый катализатор, абсолютно правы. Первая технология была реализована там, самый первый катализатор. Мы производили там до 1000 тонн, они производили в год. Нижнекамску этот катализатор понравился. Он говорит, давайте вот в рамках 218 сделаем у нас 2400 тонн. Мы сделали 2400 тонн. Вот здесь мы создавали и полноценно работали с Нижнекамск-Нефтехимом. То есть это был такой... Честно говоря, мы там строили очень большие планы, что мы будем для Нижнекамска все катализаторы... Ну, не все, но большую часть катализаторов у нас были разработки уже на хорошем уровне. Что дальше мы ту часть прибыли, которая отходит к университету, вкладываем в развитие и создаем новые катализаторы, ацербенты, те, которые прошли успешно опыта промышленных испытаний Нижнекамска. Тогда была целая программа с Бусыгином разработана. Но когда мы сделали 2400 тонн, они сказали, катализатор хороший, давайте еще сделаем на 3000 тонн. и взяли за основу нашу технологию, но тогда мы уже в этом процессе не участвовали, и сейчас порядка, да, около 5000 тонн они производят. Они закрывают собственные потребности в этом катализаторе. Они только себя, да, получается? У них сейчас избыток катализатора, они пытаются выйти на рынок. Но дело в том, что у нас был первый катализатор, название КДИ, катализатор первый, потом КДИМ, модернизированный катализатор первый. Сейчас у нас есть катализатор КДИМ-1. То есть это лучшее из того, что на сегодняшний день, я думаю, есть в мире. Причем он дешевле, чем предыдущий его предшественник. Но, к сожалению, вот этот катализатор, может быть, патент на производство этого катализатора, мы сейчас выставим на продажу, и я думаю, у нас его приобретут. Потому что катализаторы — это такая наука, которая непрерывна. Если вы разработали сливочное масло, вы ее годами производите, она одному и тому же густо соответствует. И кроме того, это очень конкурентный рынок. Вот известно ваше выражение, что сейчас нефтехильный — это гонка катализаторов. Это нефтепереработка. Это всегда была гонка. В каком-то фантастическом фильме была такая фраза. Да, человечество рвануло вперед после того, как придумали катализатор переработки природного газа. И вот тогда это получается, это каждый раз идет рывок вперед. Это новые материалы, конструкционные материалы. Все тащат за собой авиацию, вооруженные силы и так далее. Это практически везде. Мономеры, везде катализаторы. В большей части. Кто ваши конкуренты? Мировые, отечественные? Где наиболее такой сейчас идет прорыв по катализаторам? Расскажите нашим телезрителям. Мы считаем, что мы лидеры в так называемом процессе FBD-4. То есть это микросферический катализатор, который мы сделали. Во всем мире он называется FBD-4. Он реализован в Арабской Эмирате. Разработчики их фирмы. Там все катализаторы делают они. Делают китайцы еще такие же процессы. И вот в этом секторе сегодня уровень нашей компетенции. Но опять же в кооперации с СКТБ-катализатор. То есть мы всегда говорим про наука. Это наука. Мы говорим о процессе в целом. То есть сервисные услуги СКТБ, промышленность производства, если необходима СКТБ. Вот вместе с ними мы считаем себя, что мы в лидерах. И пятая позиция где-то. Пятая, шестая – это дегидрирование. Уже другие железокалевые катализаторы. Здесь мы сейчас заканчиваем разработку катализатора для внешнего рынка, потому что последняя тенденция такая, что мы перестаем работать. С отечественными? Да, потому что отечественные рынки достаточно маленькие. А мы начинаем работать на внешний рынок. И уже часть катализаторов, которые находятся в разработке, они предназначены для внешнего рынка. Я даже сейчас обратил внимание, в последнее время очень сильно рванул Узбекистан. Там очень большие крупнотоннажные производства по мономерам. Потом Китай растет, прет просто на дрожжах. Там уже понятно. Ну, и Эмираты там целые, целые. И в Иране сейчас очень мощно. То есть рынки на глазах просто растут, разбыто, и в том числе для вашей продукции. Рынки растут, тем более, вот сейчас смотри, сейчас лидером по нефтепереработке по нефтехине будет РАБА. Потому что уже почти все катализаторные фирмы, они скупают, подводят под свою марку, потом берут мощности по производству, и они выходят, сегодня уже они, я думаю, скоро обгонят американцев здесь. А вот те катализаторы, которые вы делаете для внешнего рынка, они в первую очередь на арабский рынок ориентированы? Или на кого вы ориентируетесь? Мы берем лучшие импортные образцы, потому что нас с Нижнекам с нефтехим так научил. Когда они говорили, мы вам дадим договор, но там технические условия должны быть такие, что не хуже лучших импортных образцов, которые у нас стоят. Никто не будет внедрять в себя хороший катализатор, даже если он дешевый, поверьте мне. Поэтому мы понимаем, что планка вот такая, мы берем лучшие образцы, так же, как Газпромнефть. Они берут по гидротически лучшие образцы, вот такие показатели не ниже. И мы должны либо перепрыгнуть, либо этой планочке соответствовать. Поэтому здесь всегда в этом конкуренция состоит наша. Вот Татнефть допустил у себя на Танека про установки по гидроочистке. Есть ли какие-то точки соприкосновения с Татнефтью? Для Татнефти мы вообще разработали, на мой взгляд, очень интересный процесс. Вы знаете, у нас высокосердность и тяжелая нефти. Да все говорят, везде битумные пески и тяжелая нефти. И чтобы дотащить их до трубы, вот это высокосердность и нефть, это альшачи, месторождение и так далее, достаточно большие, смешивать с хорошей легкой нефти, и она доходит до трубы, потом мы заталкиваем в трубу, сибирская нефть и все выходит дальше. Много серы, очень высокая вязкость, она практически не течет. И она растет год от года. Да, хорошей нефти все меньше легкой, тяжелой все больше. Соответственно, вот от нефти возникают проблемы, а как нам до трубы дотащить? Но они через кокс, по-моему, решили. Нет, там они делают, они ставят тепловые станции, если тяжелую нефть нагреть, она становится более подвижной, и вот тащить ее по трубе, она остывает, следующую станцию поставили. Мы предложили им, давайте мы сделаем катализатор, который за один проход позволит вам снизить вязкость нефти. Был у нас договор очень хороший, интересный такой. И мы создали такой катализатор, под него пришлось разрабатывать макропористый специальный носитель, чего нет сейчас практически ни у кого. Мы продемонстрируем от нефти, что, ребята, вот 3000 сантистокс у вас вязкость, вот сейчас она ниже 60 сантистокс. Эти показатели будут стабильны протяжении 6-7 месяцев. Сколько бы она ни стояла, она не загустеет. Если вы нагрели и остудили, она вернется. Это речь идет о сверхвязкой нефти? Это высоковязкой нефти. Сверхвязка – это та нефть, которую можно резать ножом, она не чуть-чуть, Китай, Венесуэла. Ну, и в Лашальчинском готовят, вроде как-то доводят для того, чтобы по трубе она шла. А они смешивают ее с легкой нефтью. У них рядом еще легкая нефть. И вот этот проект, как Татнефть к нему? Татнефть мы подписали договор, сделали этот договор, и теперь у нас стадия пилотной установки. То есть в лаборатории мы им показали, приезжали представители Татнефти, посмотрели, удивились. Самое интересное, что в это же время приехал Лукоил. Говорит, ребята, нам это так и надо, у нас там Смородинское месторождение, вязкость не 3 тысячи, а 6 тысяч. Давайте попробуем. Мы не меняя катализатора, загрузили их нефть, показали, что менее 100 сантисоксов, мы на их нефть получаем. То есть 6 тысяч падает до 100? Да, до 100 сантисоксов падает. Их это тоже заинтересовало. И сейчас у нас на этот проект готова подписаться на следующий год. Уже стадия пилотных испытаний. Это создание пилотной установки на базе морского контейнера. Это очень большая установка мобильная. Она дорого стоит, ее привозят туда, ставят на скважину или куда-то там. И через нее прямо подают нефти. То есть у нас есть опыт создания таких установок. У нас есть пилотные установки на базе морского контейнера. Там реактора не по 5 сантиметров кубических, а по 60 литров. Уже большие реактора, которые аналог промышленных, полный аналог промышленных реакторов. У нас есть такой опыт. Но это пока ОПП, да? ОПН и промышленная установка. Да, это демонстрационная. То есть, понимаете, с лабораторной установки нельзя снять материальный баланс очень точный. То есть какие выхода, сколько газа образуется, сколько тяжелых образуется, какая энергетика. А вот эта установка, она позволяет продемонстрировать и сделать технико-экономическое обоснование. То есть она определит себестоимость. Вот мы потратили столько-то энергии, столько-то рублей, сколько у нас теперь будет стоить тонну после обработки. То есть вот это все. А завод машиностроительный могут такое выпускать? Конечно. Так мы же делали эти установки. Они, ну, сравнительно. Ну, стоит такая установка 50 миллионов, 30 миллионов. Да это не забота. Это у нас есть смежники, которые нам эти установки делают. Вы сказали, что вы не экономист, ну, не считаете экономику этого проекта, это дело самих собственников. Да. Но тем не менее, хотя бы примерно. Вот по старой технологии, когда нагревали, стоят теплостанции на трубе, чтобы постоянно подогревать. И с вашей установкой, которая позволяет снизить с трех тысяч вязкость до, там, 60. Соответственно, нефть и течет уже своим ходом. Вот, условно говоря, можно хотя бы примерно сколько это экономит средств для собственников? Ну, во-первых, когда мы разработали этот катализатор, выяснили, что интересные особенности. У нас высокосерденция нефти, поэтому очень ограничено количество заводов, которые способны перерабатывать. Вот, когда мы пропускаем через нашу установку, мы до 40% серу удаляем на этой стадии. То есть количество... Да. То есть это оказалось, что... Да, и гидроочистка. То есть это такая вариация легкой гидрокрекинга. Это такой побочный эффект, который может стать основным, если кому-то не нужна вязкость, а просто надо удалить серу. То есть вот такие... И не нужно вот эти процессы клауса, вот все это, все серу это все от себе... То есть для производителей нефти это как раз выход увеличит количество заводов, на которые можно перерабатывать, да? То есть увеличится рынок. Самый интересный вопрос, если когда-то был такой вопрос, будем штрафовать Татарстан за то, что они портят качество сибирской нефти, и она у нас идет... Сибирская нефть классом выше по частоте, и когда мы примешаем наши, то там уже получается хуже. У нас Уралс. Да, да, Уралс. Да, они говорят, ну, Сибирь несет убытки, давайте компенсировать за счет Татарстана. Но, слава богу, этого не произошло. Но если этот вопрос встанет, то вот этим процессом мы можем понизить серу, снизить вес, то есть мы качество нефти поднимем. То есть достаточно быстро можно организовать... Да, по банку качество получится приемлемое, но нефть по ГОСТу получится. Ну, а вот то, что, кстати, событие этого года начала, если не ошибаюсь, когда загрязнение нефтепровода Дружба произошла за счет вот как раз этих тяжелых... Ну, там же нашли виновников. Вопрос не виновников. В Лопатина, по-моему, где-то. Вопрос даже не виновников. Вопрос в том, что подобные установки, если бы они стояли там вот на этих предприятиях добывающих, они вообще такую проблему бы решили? Не возникло бы? Они бы это, будем говорить так, ценой собственной жизни могли это решить проблему. Потому что если бы содержался хлор, то они бы этот хлор удаляли, но они бы удаляли его в виде хлористого водорода. Это коррозия. То есть они при этом бы погибли. Погибли, катализаторы. Но не было бы чистой. Установки могли быть разрушены. Или надо было, с учетом того, что мы знаем, что там есть хлор, делать специальную защиту и так далее. Имеется в виду, если бы в добыче не использовали этот хлор, а вставили вашу установку сразу... Нет, это разные процессы. Когда добавляли хлор, это увеличивает нефтеотдачу пластов. А мы уже работаем с тем продуктом, который вы вытащили на поверхности. Но теоретически можно создать катализатор, который будет удалять хлор. Да, конечно, безусловно. Дело в том, что такой проект, сейчас готовится договор у нас с «Газпромнефтью». Он заложен на следующий год. Если он пройдет, то перед нами будет такая ситуация. Правильно понимаю, что это как раз тот случай, когда нежелание связываться с наукой среди производителей, собственников, приводит к таким очень тяжелым последствиям. И им было бы намного дешевле, условно говоря, поставить катализаторы, чем попасть в ситуацию с нефтепроводной дружбой, когда там загрязнено было на тысячи километров, и колоссальные объемы нефти, которые потом еще не знали, куда девать. Ну, сейчас они придумали, куда девать. Они будут разбавлять ее хорошей нефтью до содержания хлора. Да, ну это как, если бы удалили источник загрязнения, то есть это то, что мы внесли, когда этого нет в нефти. То есть хлор сам по себе в нефти не содержится. Хлор появляется, когда мы вносим его туда, чтобы увеличить количество нефти, которое тут забираем. Это рукотворная такая вещь. И, кстати, почему схватились тогда, что возникла проблема, не потому, что там хлор в нефти, его практически у нас не гастируется, его никто не определил, а катализаторы начали разрушиться. А, вы... Да, в нефти переработка они входят с высоким хлором, и поехало. Катализаторы, они на это не рассчитаны, они стали садиться. Да, тогда это от переработки клопаника поднялась. Там заводы, по-моему, отставали от этого. Сейчас у нас очень плотный контакт с «Газпромнефтью». На эту установку по гидроблагораживанию нефти интересуется очень луково. Мы там даже нам какой-то диплом вручили, хотя мы нигде не участвовали. То, что это их заинтересовало. Может быть, вот, татнефть как-то на продолжение этих работ. Потому что кончится опять тем, что эти установки будут созданы, мы будем покупать технологии за рубежом. Хотя изначально они были созданы здесь. То есть это случится в том случае, если патент, который вы собираетесь выставить на продажу, поскольку он не заинтересовал пока наших акул бизнеса, если они закупятся кто-то за границей, будут производить и потом продавать нашим же. Да, они могут его не закупить. Когда мы начинаем публиковаться, когда защищаем авторскими свидетельствами вот эти катализаторы макропористые, которые позволяют снижать вескость, они же читают, как нам говорили, когда мы работали с Нижнекамской нефтехимы, любой опытный катализатор, который вы поставляете на производство, мы сразу видим в картотеке ваших конкурентов. То есть у БАСФа он есть, у Ангельгарда он есть и так далее. То есть они слизывают уже с вас, получается? Когда-то да. Ну, слизывают с нас, чаще всего наши же. Допустим, я абсолютно уверен, что с нас слизался Телентомак. Они создали потом катализатор. Он полный аналог нашего первого. А те уже, они не могут слизать. Они понимают, в каком направлении мы идем. Они видят идеологию. Но они идут в этом же направлении, начинают идти своим путем. То есть они создадут свой катализатор. Там будет своя технология. Он будет эффективен. Они видят уровень, на котором мы сегодня. Слушайте, а как защититься от этого ЦАПСАРАП, который, например, с Сирдомакских заводов вы сказали, что использовал? Есть же выражение, сейчас крылотое выражение с подачи Владимира Владимировича ЦАПСАРАП? ЦАПСАРАП. Ну, во-первых, у нас защита интеллектуальной собственности немножко другая. Поэтому мы не хотим ссориться с Сирдомаком. Мы с ними работаем. У нас хорошее отношение. Ну, бог с ним. Ну, есть. Ну, украли, украли. Потому что мы сами виноваты. Когда мы начали произвести катализатор, у нас его стало больше, чем было необходимо в Нижнекамску. Меня попросили найти рынок реализации. Я говорю, ему там надо потребует образец представить. Я сам привез тебе килограмм катализатора. Сказал, вот катализатор, испытайте. Если вам надо, мы готовы поставлять. А у них было катализатор на свое производство. Естественно, они пошли другим путем. Ну, бог с ним. Пошли китайским путем. Да, китайский. Башкир китайский. К слову об интеллектуальной собственности. Вот как сложилась судьба вашего патента? Это дегидрирование С4-С5 из-за парафиновых углеводородов. Ну, там, как правило, катализатор защищается двумя патентами. Первый патент на катализатор, то есть состав катализатора. Второй патент – это технология производства. Зная состав, вы не сможете произвести катализатор. Ну, это непрямые такие зависимости. Ну, первый патент пока… Мы сразу в рамках СПК, когда мы создавали, мы передали выставленный капитал. И когда мы выходили, с нами за него рассчитались. Второй патент пока в нашем… В нас находится. То есть, пока Нижнеканск подписал договор, что он его выкупит, но пока не выкупил, я думаю, там вопрос такой. Мы все равно найдем, кому его продать. – Вот сейчас Нижнеканск нефтехима анонсирует производство метанола. Вокруг сейчас идет. Ну, они собираются запустить крупное производство метанола, которое будет как базовое уже для дальнейших процессов по КАОЧУКам. Есть ли там какой-то рынок сбыта для вас? – Метанолная тема. Понимаете, вот чем отличается нефтепереработка от нефтехимии? – Нефтепереработка 5-6 катализаторов. – Ну, и всего процессов-то 50 штук всего. – Нет, в нефтепереработке объема загрузки катализаторов больше. Там реакторы огромные. – Да, потому что большие объемы. – А в нефтехимии, в Нижнеканск нефтехимии, посмотрите, какой ассортимент. Абсолютно дичайший. Там есть катализаторы, которых надо полкило, есть катализаторы, которых надо 600 тонн в реактор в один загрузить. Вот как пылевидный катализатор, там же 8 тысяч тонн в реакторе они по году его покупали. Это катализатор старого поколения. И вот здесь встает вопрос, нельзя объять, не объять. Вот мы специализировались в этих направлениях. Да, будет задача, да, мы пойдем в этанольную тему, но потребуется время. Эта тема не совсем наша. Мы знаем, как конструировать. Года через три-четыре мы выйдем на конкурентные образцы. Но нам легче работать там, где у нас очень большой задел. Здесь же эффект масштаба еще работает. Да, да, да. Надо, чем больше потребитель этого катализатора, тем дешевле получает. Конечно. Китайцы за счет чего выигрывают, за счет чего они равняют цену? За счет того, что вы производите 200 тонн, а они производят 200 тысяч тонн. А там себестоимость напрямую, чем больше вы производите, тем дешевле. Да, эффект масштаба. Да, они могут прийти и не выживавшей себестоимости предложить. Так нас одушили. У нас так мы потеряли ряд катализаторных заводов. Ну, как Выбышевский, например. Сейчас нет завода. Раньше был. Их было-то немного, но сейчас их меньше становится. Кстати, а вот по поводу потери производства катализаторов. Я так понимаю, это с 90-х годов процесс начался? Да. Когда он остановился? Или пошел спять? И пошел ли, можно ли говорить о том, что пошел спять? Ну, дело в том, что, как сказать. Он пошел спять, но он пошел очень интересно. Раньше заводы были государственные. Ну, понятно. Сейчас организован ряд заводов, но это частные заводы. Допустим, Ишимбаев, ТНК-групп. Это очень интересная история завода, но сейчас это один из самых современных заводов. Строится в Омске катализатор. Вот нашу гидроочистку, которую сейчас производится в Рязани, планируется потом перевести в Омск. И у нас Газпромнефтью на эту тему сейчас ряд договоров будет. На этот год мы планируем подписать. И там, в этом направлении, Омский завод будет. У вас хорошее, получается, сотрудничество с Роснефтью, да? С Газпромнефтью. С Газпромнефтью мы начинаем только. В Газпроме это Московский НПЗ. В Омске это Газпромнефть. А скажите, а вот строительство заводов, это на самом деле очень круто. Университет с этого что-то получает? Вот то, что в Омске строится завод под ваш катализатор, разработанный здесь, ваши технологии. Сам университет, Казанский федеральный университет, как центр научный, да? Центр научно-производственной кооперации. Он с этого что-то получает? Он получает первый рейтинг, то есть ректор говорит, что у нас есть, мы начинаем от пробирки и заканчиваем вот этим. То есть первый рейтинг, второй, это все хозрасчетные работы. Везде все деньги идут исключительно через университет. Я забыл сказать, о лабораториях хозрасчетные. У нас, по-моему, одна ставка ППС, а все остальное деньги мы зарабатываем сами. И вот мы очень много денег тратим на оборудование. Вот 218-й, первый проект, который мы проходили с Нижнекамском, это 300 миллионов. Второй проект 250 миллионов. Сейчас идет проект 160 миллионов. Это насыщение вашей лаборатории новым оборудованием, да? Да, это в том числе и накладные университеты, и в основном это идет оборудование. У нас опытный цех есть, ни у кого нет опытного цеха, у нас он есть. Вы знаете, у меня вопрос, я думаю, подозреваю, что мы растянем на несколько вопросов, и целый такой блок сделаем, связан с балансом соотношения фундаментальной науки, связан с университетом, и балансом фундаментальной науки, и прикладной науки в Казанском университете, именно в вашем институте. Потому что ваш институт, на самом деле, это наиболее яркое проявляет. И вообще, он самый интересный по структуре, по философии внутренней своей, химический институт имени Бутлева Казанского федерального университета. Потому что там есть, во-первых, действительно очень серьезная фундаментальная наука, есть группы, которые получают какие-то безумные, отличные результаты на олимпиадах международных, какие-то очень хорошие журналы, печатаются импакт-факторы, хирши. С высокими, профессура. Есть прикладники, то есть вы в вашем лице, которые зарабатывают, ну, по университетским меркам, громадные деньги. Нет, не громадные? Не думаю. Понимаете, если мы зарабатывали громадные деньги, у меня бы очередь стояла сотрудников, а мы не можем найти людей к нам. Ну, хорошо, большие деньги, хорошо университету зарабатывать большие деньги. Лабораторные фонды, это все колоссальные расходы. Все это на балансе университета, все безусловно. Вот. И есть там то, что называется, я не знаю, как этот термин обозначить, но и образовательная программа, где много иностранных студентов, может быть, недостаточно там высшей категории, но тем не менее, это то, к чему университет стремится, побольше иностранных студентов, побольше коммерческих студентов. Ну, то есть, сам институт интересен, с точки зрения образовательного центра, и кто-то к вам приезжает со всей страны учиться. И, пожалуй, наверное, ни один институт Казанского университета, он не является вот такой вот структурой, где эти три философии университетской жизни, это высокая наука, образование и прикладная наука, объединены в одно целое. И как достаточно гармонично все это, ну, все равно со стороны это выглядит. Я уж, конечно, понимаю, что внутри есть, наверное, свои проблемы. Вот, и я хочу поговорить с вами о балансе фундаментальной и прикладной науки. На ваш взгляд, что нужно сделать, например, чтобы к прикладному больше денег было, больше средств разработки, больше конечный продукт, не только пробирки, а цеха, заводы. Инвесторы нужны. Как этих инвесторов привлечь, через что, какие механизмы. А может, можно ли о тему поговорить? Да, конечно, говорить-то всегда можно. И на эту тему тоже. Здесь я считаю, понимаете, вот я бы ни в коем случае не хотел как-то противопоставлять одно другому. Потому что, если говорить о фундаментальной и прикладной, ну, нет такого деления. По крайней мере, я ее не вижу. Есть наука, которая востребована производством, а есть наука, которая востребована в научных статьях, публикации. То есть, где деньги платят здесь за реальные разработки, за реальные технологии, а у вас здесь деньги платят за Академию наук. Это у нас есть фонды специальные, как забыл, как мне, ФЦП, федеральная целевая программа, где вы отчитываетесь высокорейтинговыми журналами. За это получаете гранты. То есть, это две разные вещи. Все зависит от того, что мы хотим. Если мы хотим зарабатывать через образование, мы должны повышать рейтинг, привлекать иностранных студентов, преподавать на английском, иметь высокий фактор публикаций, приглашать лучших иностранных. Это то, что мы сейчас делаем. И это все, за это, да, это тоже можно зарабатывать. Это свои деньги. Ну, вот, можно зарабатывать другим путем. Ну, это философия проекта топ-5, топ-100. Да, это абсолютно вот туда ложится. Это мы зарабатываем. Там есть, конечно, такая графа в небюджетном финансировании, но оно далеко не определяющее, где-то там внизу. А как вот эта философия, которая не началась в университете, не только в Казанском, на самом деле, это по всей стране так сделано. Да, потому что это федеральный проект, федеральная программа. Но как она соотносится с тем, что находить инвесторов в опытное производство, в фабрике, выход... 218-е постановление. Это только 218-е постановление. Причем, я вот говорил, сначала это было 300 миллионов на три года, начиналось. Сейчас 160, это максимальное финансирование, 160 миллионов. То есть снижается. Оно упало в два раза. А почему? При этом, мы говорим, у нас не хватает технологов, катастрофически не хватает инженеров, катастрофически не хватает, я не знаю, вплоть до аппаратчиков. Технорей-то все меньше и меньше выпускается. Это проблема, потому что народ идет в менеджеры. Менеджер, как называет их наш президент. А синие воротнички отсутствуют? Вот сейчас говорят МОЦ, научно-образовательный центр. Мы этот центр с Ниженьком создали, по-моему, в 2005 году. Мы разработали специальную магистрскую, это вот, когда мы говорим о преподавании и о нашей группе. Мы преподаем, и достаточно эффективно преподаем у нас магистры. Мы разработали специальный курс, согласовали программу с Ниженьком, с нефтехимом. Они сказали, да, такие специалисты, вот по этим конкретно дисциплинам нам нужны. Создали, подписали НОЦ, и все на этом. То есть НОЦ был первый создан в 2005 году, сейчас новая волна начинается. Но нам направили двух человек к Ниженьком с нефтехим всего. Вроде им сами. А почему так мало? За арест нужны же. Там есть такая проблема, если они принимают к себе на работу человека, они могут отправить его на повышение квалификации или переподготовку на срок, по-моему, до шести месяцев. А мы там берем магистратуру на два года. То есть есть вот такое противоречие в законодательстве. Поэтому они пошли другим путем. Они целевую магистратуру отправили двоих человек, а ведь из них никто туда не вернулся. Девочка вышла замуж, осталась в Казани. Парень приехал, расторг договор, потому что ему не предоставили то место, которое ему обещали. То есть вот этот первый ход был неудачным. Но сейчас к нам в этом году уже, по-моему, 5-6 человек из КТБ «Катализатор» в Новосибирск присылают. Несмотря на то, что там и Академия наук, и Госуниверситет, и Институт катализа, они присылают магистратуру к нам. Собираются Сибур прислать НИОСТ своих сотрудников в магистратуру. То есть мы-то преподаем практически катализ, который востребован всем. — Вы сказали, что возникла проблема с трудовым законодательством, которое определяет 6 месяцев максимальный срок на переподготовку. А вы не можете какой-то спецкурс разработать на 6-месячный и, соответственно, набирать? — Повышение квалификации. У нас есть такие курсы, допустим, горный отдел, геологи. У них много таких курсов. Понимаете, заниматься хорошо можно чем-то одним. Можно преподавать и быть классным преподавателем. А можно заниматься наукой фундаментальной, прикладной. Но если ты серьезно к этому относишься, еще что-то делать не получается. Мы все совместители на четверть ставки, я на четверть ставки, мои сотрудники. Потому что у нас основная специфика — это все-таки разработки. Можно проводить повышение квалификации, но это другая тема, это уже не к нам. Потому что или это, или это. — А сами вы, насколько положительно оцениваете этот опыт создания философии высшего образования, которая с 10-х годов внедряется, когда мы перешли на баллонскую систему, ориентированную в высокорейтинговые журналы, иностранные студенты, рейтинги университетов. На ваш взгляд, это правильная политика или нет? — Вопрос сложный. Раньше нас хорошо знали в России, потому что мы публиковались в России. У нас не было потребности публиковаться за рубежом. Тем более вот эта область, в которой мы работаем, она ведь близка к промышленному шпионажу. То есть то, что мы делаем и то, что мы пишем, это абсолютно разные вещи. Не значит, что мы где-то обманываем. Это значит, что мы где-то очень серьезно недоговариваем. Поэтому, когда мы перешли на баллонскую систему, нам просто сказали, «Ребята, надо статьи в импортных журналах. Пожалуйста, смотрите, импакт-фактор 4 и выше». Мы можем. Мы просто берем переводчиков, смотрим статьи, как они пишутся. И мы публикуемся там. Для нас это не составляет проблемой. Если нам скажут, допустим, 3 статьи, напишем 3 статьи, скажут 10 статей, мы напряжемся, напишем 10 статей. Потому что у нас избыточный материал. У нас очень много материала, который сейчас, вот там, 2 докторских можешь защитить, там, 5-6-7 кандидатских. Кроме того, здесь экспериментаторские. Да, вот эксперимент, я имею в виду экспериментальный материал. Чистая экспериментальная наука. Экспериментальная наука на его лео востребована как раз, наверное. И правильно понимаешь, что для вас публикации в таких журналах, импортных, зарубежных журналах, они приносят вам рейтинги, хиршие, приносят какие-то регалии и гранты, возможно. Но при этом вы теряете рынки сбыта за счет того, что эти катализаторы, которые у вас разработаны, они за счет публикации в журналах перехватываются эти идеи и очень быстро реализуются там. Можно так сказать? Не совсем. Дело в том, что вот когда мы начинаем публиковаться, мне сейчас каждый месяц приходит приглашение там с Америки, с Австралии. На эту конференцию вот, пожалуйста, прочитайте этот доклад. То есть это другой мир, то есть это мир вот фундаментальной науки. Если у тебя рейтинги, если твои темы интересны, тебя начинают приглашать. Но мы никогда не публикуем даже в патентах, как вам сказать, правду до конца. То есть патент, это же открытая публикация. Если мы напишем все так, как есть, то никто не будет покупать этот патент, если здесь все написано. Я сам сделаю. Не буду просто говорить, что это так сделаю все. Поэтому здесь мы публикуем то, что не наносит нам вреда. Чистая, чистая. Да. Это фундаментальные элементы фундаментальной науки. А квалификация определяется тем, как глубоко вы копаете. Вот, допустим, ни для кого не секрет, нас называют, ругают прикладными учеными. А у того же Бориса Николаевича Соломонова первый докторант, который защитился, доктор химических наук Егорова Светлана, химических наук. То есть это когорта фундаментальной науки. Это же наша группа. Это уже потом сейчас доктора у него начинают выходить. А прикладные исследования, они всегда опираются на очень мощную фундаментальную базу. То есть то ваш успех, это причина его, то что у вас мощная фундаментальная база, на которой вы разрабатываете конечный продукт. Да, мы сейчас же копируемся. Смотрите, мы делаем от модели. То есть мы привлекаем математиков. Мы привлекаем еще ряд смежностей. Физика, от поверного тела. Мы их привлекаем, потому что нам необходимы новые знания в нашем направлении. И мы финансируем эти работы. Из тех денег, которые мы зарабатываем, у нас очень много публикаций. Мы готовы привлекать квантовых химиков. У нас есть статьи по квантовой химии, когда там расчеты квантово-химические проводятся. И эти расчеты потом используются в катализаторах. Обычные катализаторы, которые, в общем-то, загружаются тысячами тонн, используются. А только это делает нас конкурентными. Вы сказали про патенты, да? Знаете, какой момент? Я не знаю, сможете ли вы мне ответить на этот вопрос. Но университет очень гордится своими патентами. Любой университет, когда у него одна из критерий его оценки деятельности по нынешней системе, ну, вообще, на самом деле, по здравому смыслу, это количество патентов. Когда университетские разработки патентуются, закрепляются, и мы говорим, что, ребята, у нас тысяча патентов в год. Ну, я не знаю, сколько сейчас университета. Доля патентов университетских, которые производит весь университет, и вот то, что вы производите вы. Понимаете, если бы университет гордился реализованными патентами, это один вопрос. То есть вот научная разработка, которая кому-то была нужна. Запатентовать, если встанет в задаче, скажет, сколько вам в неделю надо. И мы эти патенты напишем. Но реализации их не будет. Понимаете, это создавать статьи, количество статей с высоким рейтингом, это имеет смысл, создавать и накапливать патенты, которые никогда не коммерциализуются. Это бессмысленно. Это вот эти просто бумажки. Я могу у себя стенку заклеить этими патентами. Толку-то что? Бич у нас, бич, вот сам бич, самый настоящий на рынке интеллектуальной собственности. Это 99, наверное, процентов патентов лежат. 99,9, я бы сказал. И 9 даже, да, они лежат там. Мне кажется, не только в России. Совершенно. Нет. Нет. Нет, нет. У нас вот почему-то сложилась такая вот обстановка, обстановка, что вот генерируется вот эта дурь, вот нано-пурга какая-то, вот я как-то говорил это, что производятся патенты, которые никакого отношения к реальной жизни не имеют. Кстати, вот по поводу философии баллонской системы и погоня за рейтингами, на самом деле это же идея была не звуцкая взята, это, я так понимаю, во многом скопировано с Китая. С Китая, причем там 10-15 летней давности, который тоже начинал эту гонку и начинал тоже вбухивать средства в просто ученых за публикации. Причем там доходило до каких-то смешных вещей, когда, ну я деталей сейчас не буду говорить, я даже, может, не помню, но там действительно в некоторых случаях превращался в какой-то абсурд. И там через 5 лет они там скорректировали, через 5 лет еще скорректировали. Но в итоге они сейчас вываливают на рынок производство по 200 тысяч тонн катализатора, да, с вашим примером. Начинали они тоже с таких вещей, как оплачивали публикации своих ученых, тоже было завалено мусорные журналы китайскими авторами. Сейчас эта пена схлынула. То есть, а Китай очень быстро перевел свою науку вот именно в... Хай-текскую. Да, хай-тек, промышленность, производство, прикладной характер. На ваш взгляд, вот то, что мы начали, условно говоря, 10 лет назад в России, да, мы по этому пути идем, и когда мы придем к тому, что вот наносное исчезнет, да, пена схлынет, и выкраснется какая-то вот содержательная суть, которая позволит, ну, эту связку научно-промышленной кооперации, в конце концов, организовать. Ну, это когда будет в этом заинтересованный бизнес, прежде всего. Понимаете, как-то получается, что вот власть, она вот это делает, а это никому не надо. Поэтому, когда идет обратно, к бизнесу востребованы технологи, инженеры и так далее, и они начинают им больше платить, и уже человек понимает, что надо идти не в менеджеры, не в экономисты, а, может быть, пойти в технологи, потому что там будет больше зарплаты, там есть тенденция к росту и так далее. Может быть, это с этой точки зрения. Оптимизация будет идти, она идет. А на ваш взгляд, вот этот интерес бизнеса к технологам, к инженерам, он заметен, и они готовы этот интерес рублем подкреплять? Когда, в основном, профессии инженера и технолога станет интереснее, чем профессия манагера, экономиста, юриста? Понимаете, на мой взгляд, если человек хочет зарабатывать, то там он заработает быстрее. Я знаю, что острейший голод в технологах, в инженерах на Нижнекамске нефтехимии. Он везде. Посмотрите, сейчас еще два-три завода. Вот сейчас Сибур входит, у нас ГПЗ, газоперерабатывающий завод, будет строить. Все время идет споры Танека, Нижнекамск. Нижнекамск готовит специалистов, те приходят, отработали, и их Танека забирает. И в Нижнекамске, вот они через себя пропускают огромную массу специалистов, которые они готовят и для конкурентов своих, для ТАК, нефти и так далее. То есть сегодня острая нехватка технологов на всех уровнях практически. Я часто бываю в Нижнекамске, я там одно время практически жил, но очень острая нехватка. А вы по интересу к вашему институту средств студентов чувствуете вот эти вещи, что технологи, техноари, химики, высококвалифицированные востребованы на рынке, и к вам идет больше, качество этих ребят лучше? Ну, здесь мы чувствуем себя немножко ущербно, потому что мы начинаем преподавать с четвертого курса, а у нас магистратура. То есть к нам приходят бакалавры на два года, но к этому моменту всех разбирают фундаментальщики, и к нам приходит то, что остается. Это включая китайцев, таджиков, немцы бывают там, и так далее. То есть мы понимаем, что... Сливки уже собраны. Да, сливки уже собраны. Когда Борис Николаевич собирает элиту, он подозревает, что элита-то это теперь его. Борис Николаевич, у меня любимая поговорка, из плохой муки булочек не выпечешь. Да, да, да. Я себе беру только первоклассный. Да, поэтому к нам доходит то, что к нам доходит. Поэтому у нас острая нехватка кадров. Может быть, здесь мы не догоняем, и надо где-то на третьем курсе говорить, ребята, мы вот этим занимаемся, приходите к нам. Так мы выпускаем доктора, защищаются, аспиранты у нас защищаются. В этом году будут защищаться. Вопрос даже не то, что доктора, а аспиранты, а вопрос, это те, кто дальше идет в науку, а вопрос в том, что те, кто пойдет в экономику? В экономику, пожалуйста, магистратура есть. Мы согласуем программу, мы подготовим того и на то рабочее место, допустим, для нефтехима. Вот вы говорите, нам нужен технолог, назовут этилен вот в этот цех. И он будет, придет туда подготовленным инженерным технологом. То есть инженерное образование у нас в университете как таково отсутствует. Это фундаментальный исследователь мы готовим. Но мы готовы подобрать программу, прочитать инженерный курс, укороченный сапромат, детали машин, то, что здесь не читается, чтобы они читали технологически все. Мы это можем, потому что у нас половина народа из Кахты. И тогда мы готовим человека на конкретное место, и они получат конкретного специалиста с аттестацией, что вот этот может, этот хороший специалист, этот не очень. А вы знаете, такая удивительная вещь происходит. Университет, который не является производителем выпускников для промышленности, на самом деле, он не выпускает инженеров и не выпускает технологов. Это классический университет казанский. Но жизнь заставляет, меняет вокруг обстоятельства такие, что он вынужден выпускать и технологов. При этом есть профильные вузы, это связано с чем? Это связано с тем, что квалификация высокая. Понимаете, вот смотрите, чем отличается. То есть университет стал превращаться в такой технический вуз и тоже, какое-то неумощное направление. Я не согласен. В университет много фундаментальных дисциплин, химию они знают очень глубоко. КХТИ, набор дисциплин, сопромат, детали, машин, все-все-все. Химия они знают не так глубоко. Чему легче доучить? Научить читать технологические дисциплины, читать технологические схемы и чертежи, или химии от начала до конца. Главный технолог Межнекамственного нефтехима Сахабудинов, это выпускник университета. Там много выпускников университета, НТЦ, наполовину, начальник лаборатории дегидрино-режинации Гермудинов, они все выпускники университета. Просто если им необходимо будет стоять задача, они могут пойти, технологами они могут работать. Другое дело, что определять стратегически и видеть химию в процессах, это лучше получается у выпускников университета. Тем более сейчас все эти новые патенты, новые направления, то же самое нефтехимия, они предельно усложнены год от года. Растет и уровень, и требования к людям, которые вообще эту технологию понимают. Конечно. И уже на области технического, например, вуза, это уже тяжело вообще готовить специалистов. То есть квантовый скачок, он тоже происходит, и усложнение происходит в том же самом деле. Новые технологии, которые приобретаются, они более сложные, чем раньше. То есть это готовить специалистов для промышленности в 67-х годах, правильно я понимаю? Ну, сейчас примерно да. Потому что, ну, сейчас вот такая вот кооперация, как раньше было, что раньше КХТИ очень хорошо присутствовала на нефтехимии, там были какие-то договора, да, там не было внедрений. Но, по крайней мере, студенты приезжали. Была практика, они видели, они немножко понимали, для чего им это надо. Сейчас вот, к сожалению, вот этой связки нет. А у вас практика есть на химических производствах? У меня сейчас половина группы находится вот в командировке на Рязанском заводе, на работе катализатора промышленной партии. Вы знаете, у меня тут такой вопрос еще. Он тоже фундаментальный, большой. В 2018 году, в марте, было, так называемые, майские указы президента Путина. И один из указов, это создание национального проекта «Наука», который подразбивает как раз восстановление научно-промышленной кооперации. То есть это создание нос международного мирового уровня. И то, о чем говорят, то есть государство ищет пути для того, чтобы бизнес стал заинтересован в ваших разработках, в разработках отечественной науки. Прошло уже почти два года с тех пор, да, с этого проекта, а это 650 миллиардов рублей, наверное, выделяли, ни рубля еще не отправлено в научный центр. Эти центры вообще не созданы. Это то, что созданы, пока только формально. Вот почти два года прошло, да. Правильно понимаешь, что просто нет этого видения, как заинтересовать бизнес? Бизнесу надо создать условия, ему должно быть выгодно это. Как сделать так, чтобы бизнесу было выгодно? Пожалуйста, там массу причин. Относите затраты на НЕКР на себестоимость, а не из прибыли. То есть не нужно нам государственные деньги давать, да, гранты? А ведь раньше практика такая была. Да, но нет, там раньше была практика. Определенную часть НЕКР можно было отнести на себестоимость. А сейчас весь НЕКР финансируется из прибыли. И акционеры думают, нам профинансировать какую-то науку или получить дивиденды. Нам профинансировать науку или закупить новую технологию. В отличие от того же за рубежа, где практически там весь НЕКР кладется. Там у нас же отсутствует венчурное финансирование. Вот, кстати, старая советская модель, когда было министерство, НИИ, промышленность, институты, в том числе университеты, которые готовили кадры для них. Она же ведь, по сути, разрушена. Да. А на Западе другая модель. Там модель, вот то, что сказали, венчурного финансирования. То есть, когда люди с какими-то идеями выходят на стартапы, тут же получают деньги или достаточно легко получают деньги, относительно легко получают деньги. Я тоже думаю, что так все просто. И из этих 10-15 сотни стартапов один выстреливается какой-то там. И все это окупается для венчурных инвесторов однозначно, потому что там сверхприбыли идут какое-то время. Вот когда наше государство отказывает, это ведь на самом деле логично, что НЕКР давайте освободим от налаговложения. Наше государство на это не идет. Я думаю, что для этого есть какие-то резоны, не то, что он плохой или там дураки сидят. Они же понимают, что, скорее всего, если мы освободим от НЕКР, там будет у нас рисоваться безумный НЕКР, эти деньги уходят в офшоры, налоги платиться не будут, а реально мы опять не получим результата. Вот этой смычки не случится. Но с другой стороны, есть такой риск. Есть один способ без НЕКР это все в офшоры вывести. Но все труднее и труднее, говорят. Ну, тем не менее, здесь открытая лазейка. Вполне может быть, из этих соображений отказываются. Вот НЕКР выводите налоговложение, ослаблять налоги. Ну, это уже немножко другая сфера, потому что это как не платить налоги и как развивать это. Я в данном случае не про то, что я имею в виду, почему государство не хочет, казалось бы, очевидную вещь сделать. Освободить НЕКР от налогов. Хорошо. Очень простой вопрос. Чем больше оборудования покупаю для себя, тем все более косо на меня смотрит уголтерия. Налог на оборудование. Он же есть. Налог на самоисследовательство. Я купил оборудование, у меня кончились договора, а денежки надо платить. Почему государство на исследовательское оборудование вот такую льготу не распрострелит, хотя бы в университетах? Ведь так же, это же можно. Но мы берем государственные деньги, потом их снова в другой карман перекладываем. Вот здесь же тоже успех. Да, мы делаем пилотную установку 30 миллионов. Мы ее провели. Испытание, она не нужна ее списывать, но она несколько лет будет висеть, и мы за нее будем платить. Наукно-основные средства. Уже тоже тут сложный вопрос. То есть 650 миллиардов, которые зарезервировали в бюджете на национальный проект «Науку», чтобы обеспечить связку, чтобы бизнесу доплачивать, если он будет вкладываться в разработки и использовать их в своем производстве, на самом деле можно было просто за счет хотя бы налогоплаживания. Да, чтобы было выгодно бизнесу. Потому что сейчас у нас есть разные программы. Допустим, оплачивают опытные партии катализатора. ТНК группа, они говорят, вот мы получили 60 миллионов от Минэнерго, нам компенсируем наработку опытной партии катализатора. Но это единичный случай. И для того, чтобы получить эту компенсацию, чтобы директор в Москве жил там полгода, чтобы он доказывал, приносил бумажки, показывал расходники, сколько они потратили, сколько чего купили и так далее. То есть либо ты работаешь, либо ты занимаешься. Да, занимаешься. А чем крупнее фирма, тем этого больше. Александр Анатольфович, интереснейший разговор, но время наших программ подходит к концу. Я хочу пожелать вам успехов в новом году, планов, которые вы запланировали, чтобы они реализовались. И хочу попрощаться с нашими телезрителями до новых встреч. Будьте с нами. Мы еще пригласим немало интересных людей. Все будет очень интересно. Спасибо вам. Всех с наступающим Новым годом. Всех благ, удачи. И приходите к нам работать, в конце концов. Ну и мы тоже поздравляем. С Новым годом, дорогие наши телезрители. Когда с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова